Реконструкция площади Ленина тема довольно интересная. С одной стороны, за проголосовало больше 50% рязанцев, а с другой, именно здесь находятся важные исторические сооружения. В письменных источниках площадь Ленина называлась раньше Новая Черная Слобода. Сюда переселились 63 купеческих семьи. Сейчас их усадьбы скрыты под метровым слоем асфальта, глины и земли. Благодаря раскопкам можно узнать планировку города в размерах целого района. По письменным источникам, по архивным картам мы понимаем, что слобода Переславля-Рязанского располагалась именно здесь. Но археологических исследований на этой территории еще никогда не проводилось. Поэтому та возможность, которая выпала археологам сейчас в 2018 году, она уникальна. Мы знаем, что на соседних территориях, скажем, на улице Горького, на улице Маяковского, на улице Пожалуйста, на археологические слои есть в очень хорошей сохранности. Логично предположить, что они также сохранились и здесь. Под асфальтом брусчатка, которой почти 200 лет. Каменное мощение мостовой было выполнено в 1821 году. Подобный камень рабочие находили во время нашумевших работ по прокладке труб на Кремлевском полу. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно более точно определить вехи истории нашего города. Поэтому даже благодаря обычному археологическому наблюдению можно сделать много важных открытий. Василий Конов рассказал, что исторический слой здесь около метра. Территория очень информативна, как в историческом, так и в археологическом плане. Сегодня рабочим сделана очень интересная находка. Вот буквально сейчас они нам ее передали. Это фрагмент стеклянного сосуда 19 века с орнаментом по донцу. Очень хорошо видно, что сделан этот сосуд вручную, выдувался именно вручную, не заводская, не фабричная методика изготовления. И таких находок 19, 18, даже 17 века здесь должно быть еще очень и очень много. Вот только заявить официально об этих находках невозможно. В настоящий момент ремонтные работы ведутся без привлечения археологов. Один из самых интересных и одновременно опасных видов работ – это бурение скважин, глубина которых порой достигает трех метров. Благодаря таким скважинам можно сделать много важных открытий, такие как глубина залегания исторического слоя и многое другое. Вот только пока работы ведутся без привлечения археологов. Поэтому гарантировать то, что рабочие случайно не повредят исторические артефакты, просто невозможно. Сейчас в моих руках фрагмент кожаной обуви 18 века. Неизвестно, был ли он цельным до того, как начались эти работы. Подобных фрагментов в земле достаточно. Вот только до сих пор с управлением благоустройства города ведутся переговоры о привлечении археологов. Как заявил Василий Конов, такой шанс вряд ли представится снова. С каждым новым днем работ грядут и новые проблемы. Для прокладки траншей был выкопан и вывезен в неизвестном направлении большой объем брусчатки вместе с историческим грунтом. Что с ним случилось, также остается тайной. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города, чтобы получить ответ на волнующие археологов и горожан вопросы. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.